У вас есть незакрытые долги и при этом докучают навязчивые звонки и непрошенные гости? Мало кто знает, но уже довольно избитую проблему давления на граждан коллекторами можно решить всего одним письмом. О защите законных прав должников поговорим сегодня с заместителем главного судебного пристава Алтайского края полковником внутренней службы Сергеем Пекаревым. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, защита прав должников с одной стороны и служба судебных приставов с другой стороны. У зрителей сейчас может возникнуть недоумение, но какая защита от ведомства, которое взыскивает долги? Вот поясните. Да, вот этот вопрос был решен федеральным законом номер 230, которым установлено, что федеральная служба судебных приставов является контроль надзорным органом за коллекторскими организациями. С 1 ноября 2017 года указ на деятельность нами организована. Соответственно, федеральная служба судебных приставов ведет реестр коллекторских организаций, проверяет их документы на предмет их соответствия требованиям закона, ну и соответственно проверяет их деятельность на предмет требованиям закона по отношению к гражданам, которые являются должниками. Это одна из задач, и она тоже связана с взысканием долгов с граждан и с организацией, но между тем установлено, что роль исполнять судебных решений влияет федеральная служба судебных приставов. Между тем имеется коммерческая организация, которая занимается тоже взысканием долгов вне судебного порядка, и поэтому эту деятельность необходимо было поставить под контроль и упорядочить в законе эти вопросы, ну и соответственно этими полномочиями была наделена служба судебных приставов. Вы сказали 17 года, получается уже вот шестой год, да? Да, шестой год уже. Что вы можете сказать вот сегодня о деятельности коллекторских агентств в принципе? Стали ли они работать с должниками, не переходя вот какую-то законную грань, учитывая, что в последнее время все-таки в этом поле ну принималось немало законов, которые регулируют их деятельность? Ну закон достаточно подробно регламентируют эту деятельность. Соответственно, коллекторские организации стараются поддерживать этих требований, но тем не менее все равно допускается нарушение закона. Надо понимать, что помимо коллекторских организаций эту же деятельность могут ошлиять креиторы, которые дали в долг гражданину и перед которыми обраталась эта задолженность. Соответственно, если коллекторские организации более-менее еще являются специализированными органами и стараются эти требования законы выполнять, то другие креиторы не всегда могут знать о требованиях закона, не всегда их выполняют, поэтому в настоящее время наши контрольные надзорные функции являются достаточно актуальными. То есть далеко не все работают законно? Конечно. А вот каким образом служба судебных приставов регулирует работу коллекторов? Вы уже сказали выше, что вы составляете реестр. А далее? Ну начинается с того, что организации, которые хотят стать профессиональным коллектором, обращаются служащими приставов с заявлением. Они платят госпошину в районе 100 тысяч рублей, предоставляют пакет документов, в котором тоже необходимые есть требования, прописанные в федеральном законе. В частности, там не должно быть среди работников этой организации ранее судимых лиц, чтобы действительно не провоцировать людей, этих работников, нарушать закон по отношению к этим гражданам. В дальнейшем, когда документы проходят, всю необходимую проверку и подтверждается возможность арестации такой организации, то эта организация получает право на осуществление деятельности по возврату просрочной задолженности и вносится в соответствующие госреестры. В настоящее время на территории Атальского края зарегистрированы 4 организации, которые профессионально осуществляют такую деятельность всего. В Российской Федерации в соответствующем реестре находятся 448 организаций. Из них 8 организаций имеют филиал в Алтайском крае. 4 коллекторских агентства в Алтайском крае. А вот как-то увидеть, ознакомиться с их перечнем вообще возможно, если вдруг возникнет необходимость? Да, конечно. Указанный реестр, он официально опубликован и ведется на нашем сайте ФССР. На этом сайте есть такой ресурс, сведения, подразделие сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просрочной задолженности в качестве основного вида деятельности. В разделе сервисы. Эта информация постоянно актуализируется, и в настоящее время она актуальна на нашем сайте. А часто ли вообще жители Алтайского края обращаются в Ваше ведомство с жалобами на коллекторов? Ну, непосредственно коллекторов в 2022 году у нас было 77 обращений, в этом году уже 15. В целом, по коллекторской деятельности в отношении других юридических лиц, как то кредитные организации, микрофинансовые организации, в прошлом году у нас было более 500 обращений, в этом году уже 179. То есть можете сопоставить именно объем нашей работы именно в отношении коллекторов и в отношении других организаций, которые эту деятельность осуществляют. Вот помимо коллекторов взыскивать долги еще имеют право, ну вот Ваше ведомство. А кто-то еще в праве вообще? Нет, ну в плане государственных полномочий, конечно, взыскивает только наше ведомство. Но кроме этого могут сами взыскатели, кредиторы, они могут по поддельной категории долгов обращаться напрямую с соответствующими исполнительными документами в банки, пенсионные фонды и могут взыскивать напрямую, удерживать эти деньги соответственно с этих организаций, которые выплачивают заработную плату и иные доходы должнику, либо вот у них хранятся эти деньги должника. Ну соответственно это как бы уже вне сферы нашей юрисдикции, но в сфере нашей юрисдикции тогда, когда обращаются, определяют нам исполнительные документы. То есть либо напрямую идет списание, либо вот служба судебных приставов и уже в тех ситуациях, когда там невозможно, наверное, да, как-то должника найти или какие-то сложные ситуации, там уже присоединяются коллекторы, я так понимаю, да? Нет, коллекторы в первую очередь ведут свою работу именно в досудебном порядке. То есть их задача взыскать задолженность, вернее даже договориться об уплате этой задолженности за самим должником, то есть не обращаясь в суд, не обращаясь в службу приставов. Это именно работа не по принудительному взысканию, а по попытке найти общий язык с должником и решить вопрос, да, как сказать, к всеобщему, так сказать, удовольствию, удовлетворению. То есть еще до момента того, когда вы начинаете этим вопросом по исполнительному производству заниматься? Как правило, да, но иногда бывает, что это делается параллельно, когда одновременно взыскивается и идут попытки взыскания напрямую путем взаимодействия с должником, при этом может быть в службе приставов находиться и исполнительный документ, и тоже происходить предвидительное взыскание. То есть параллельно могут быть? Можно параллельно, но это редко. Просто хочется понять, то есть это такой промежуточный, скажем, этап до того, как вы приступите, а между тем нарушений-то получается закона с их стороны гораздо больше, в принципе. Да, потому что, не обращаясь в суд, пытаются, когда решили эту проблему добровольно, иногда действительно переходят в рамки закона. Перегибают, так скажем. А вот расскажите подробнее, напомним, давайте, нашим зрителям о том, как в принципе они должны работать вот с должниками, как это прописано в законе, какие есть нормы? Ну, в 230 законе эти все вопросы урегулированы. Коллекторы могут работать с должниками различными способами. В частности, путем телефонного обзвона, направления сообщений, посредством мессенджеров, либо смс-сообщений могут шлиять личные встречи с должником. При этом все эти моменты прописаны по частоте взаимодействия. В первую очередь надо помнить, что звонки и сообщения не должны превышать один раз в день, два раза в неделю, восемь раз в месяц. Личные встречи не могут превышать пределов одного раза в неделю. Помимо этого, регламентировано, что не должны делать коллекторы во время такого общения. То есть не должны они, соответственно, оказывать психологическое давление, совершать какие-либо противоправные действия, вводить в заблуждение должника относительно правовых последствий неоплаты задолженности. должны обязательно при телефонном взаимодействии представляться, называть сумму долга, представлять обратную связь, телефонный номер, чтобы должник мог им обратно позвонить. Вот эти все моменты прописаны и частенько нарушаются в повседневной деятельности этих коллекторских организаций. Вот я как раз хотела спросить о нарушениях, наиболее частых. Вы выше говорили, что 77 нарушений в прошлом году, 15, по-моему, в этом, да? Уже, да, жалоб, точнее, не нарушений, да, жалоб по их нарушениям. Ну вот как раз вот наиболее частые обращения чего касаются? Наиболее частые обращения касаются именно нарушения частоты взаимодействия. Не секрет, что некоторые коллекторские организации, либо вот в частности микрофинансовые, могут устанавливать автодозвон. И поэтому граждан, так сказать, надоедает эти телефоны, звонки постоянно. Какие-то боты, которые до них дозваниваются и пытаются этот вопрос как бы вот решить в таком порядке, что путем надоедания, чтобы надежда, наверное, что у человека не выдержать нервы, и он, наконец-то, заплатит. Вот такие нарушения, особенно когда звонки происходят в ночное время, то есть тоже законом ограничено, нельзя звонить после 22 часов и до 7 часов утра. Все равно звонят, есть жалобы. Все равно такие жалобы есть и звонят. Ну, надо понимать, что некоторые коллекторы находятся в других субъектах ТСС, в том числе в европейской части, и они частенько не могут переориентироваться на то, что у нас часовые пояса у нас разные. Поэтому, может, даже по некой неосторожности такие нарушают правила по общению звонков. Сергей Валерьевич, а вот какая ответственность предусмотрена для коллекторов, которые нарушают правила общения с должником? Ну, в законе предусмотрена статья 1457 Кодекса об административных правонарушениях. В этой статье 4 пункта, которые предусматривают административную ответственность для разных ситуаций. Ну, для юридических лиц, которые являются коллекторами, предусмотрены за нарушение штрафы от 50 до 500 тысяч рублей. Для коллекторов, помимо этого, их штрафов еще предусмотрено при становлении деятельности до 90 суток. А если, допустим, подключается и начинает надоедать гражданину лицо, которое коллектором не является и не является кредитором, ну, бывают часто черные коллекторы, так называемые, то для них предусмотрен штраф до 2 миллионов рублей, если это юридическое лицо. То есть, наконец, сейчас существенное, и оно применяется в полном мире. Да, штрафы такие внушительные. Другой вопрос. Вот у нас в крае на практике вообще были случаи привлечения коллекторов к ответственности? Да, безусловно. В прошлом году непосредственно именно к коллекторским организациям у нас было 4 привлечено коммерциативные ответственности. Ну, это не те, которые, наверное, на территории Дальского края, а других субъектов коллекторских организаций. Ну, больше, конечно, привлекают к административной ответственности кредиторы, которые микрофинансовые, либо банки. Да, они чаще нарушают закон. Ну, опять же, это связано с тем, что в 21-м году были изменения в закон, в частности административной ответственности. Туда добавились банки. Раньше банки не попадали под административную ответственность за нарушение этого закона. В настоящее время попадает, поэтому практика нарабатывается. И одновременно мы нарабатываем практику привлечения к ответственности, и банки одновременно учатся правильно соблюдать этот закон. А банки, вот что они чаще всего нарушают? Тоже навязчиво звонят или не в то время, там, ночное? Да, безусловно, те же самые нарушения, что ли, кредитерские организации. И часто звонков обычно бывает, что они соблюдают требования закона в части указания правильной суммы долга, правильное наименование своей организации банка. То есть иногда пишут какие-то сокращенные наименования, которые законом не дозволяются делать. Не представляют в нужных ситуациях обратные телефоны для связи, кодируют свои телефоны, с которых звонят. То есть тоже не запрещено. Крещение должен знать, кто ему позвонил, откуда и как ему дозвониться обратно. Поэтому вот эти все моменты нарушаются как коллекторами, так и банками. А вот есть ли категории людей, с которыми коллекторы, может быть, те же банки, в принципе, не имеют права взаимодействовать? Да, безусловно, это у нас в законе предусмотрена невозможность взаимодействия с лицами, которые признаны банкротами, с недееспособными гражданами, с несовершеннолетними гражданами. Помимо этого, любой гражданин по истечению четырех месяцев с момента образования задолженности вправе подать заявление о том, что отказывается от взаимодействия с кредитерской организацией. И в случае, если такое заявление подано, естественно, належащим образом, либо через нотариуса, либо заказным письмом с уведомлением, после этого заявления, если коллектор начинает взаимодействовать, продолжает это взаимодействие, то это тоже за собой лечет административную ответственность. А вот вы сейчас сказали про письмо, то есть письмо обращения еще должно быть составлено определенным образом. Я правильно понимаю? То есть либо нотариус, либо заказное, может быть, чуть больше об этом. То есть что делать жителям нашего региона, если им нужно пожаловаться? Куда обращаться? Каким образом? Если необходимо обратиться по поводу нарушения закона со стороны этих кредиторских организаций, либо иных кредиторов, которые эту деятельность осуществляют, то можно написать заявление по почте, либо через наш сайт ФССР России. Есть такой раздел «Интернет-приемная», где можно заполнить бланк заявления. И это заявление будет, жалоба, обращение будет рассмотрено нашим главным управлением, где ведет деятельность специализированный отдел по шлению контроля и назору за деятельностью коллекторских организаций, которые непосредственно занимаются только этими вопросами. Взаимодействие с коллекторами, учет их работы, профилактическая работа с коллекторами, соответственно, рассмотрение обращений граждан на их деятельность. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня о правах должников. Мы разговаривали с заместителем главного судебного пристава Алтайского края, полковником внутренней службы Сергеем Пекаревым. До свидания.